Здравствуйте! Вы смотрите Телемикс Новости в студии Ирины Мигуновой. Сегодня в выпуске. Два перелива. Спасатели мониторят уровень рек в округе. Какой будет неделя? Прогноз синоптиков на ближайшие дни. День железнодорожника на ЛРЗ отметили профессиональный праздник. Играй гармонь душа России. В Кондратеновке прошел фестиваль народной музыки. Женская дружба бывает. Уссурийские женщины доказали это в парке Дара. Модный танец в центре города. На площади почтенные дамы двигались в ритме зумбы. Уровень воды в реках округа идет на спад. Об этом сообщают в управлении Гойчия-Сусурийска. Есть два незначительных перелива между селами Утесной и Линевичи длиной 25 и 70 метров. Участки доступны для проходимой техники. Есть и альтернативный проезд через Борисовку. Автобусное сообщение не прервано. Остальные дороги открыты для проезда. Угроз подтопления на данный момент нет. Шиберные задвижки на участке Пушкино-Чечерина в районе Междуречья и Семи Ветров закрыты. Как только уровень воды снизится, их откроют. Гидрологическую обстановку в округе отслеживают ежечасно. Напомним, в случае возникновения экстренной ситуации необходимо обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112. У нас в Уссурийском городском округе поводок нас обошел стороной дождевые, эти катаклизмы. И на данный момент уровень рек в норме. Вчера шли наши реки на повышение, но ночью остановились и начали снижаться. Шиберные задвижки на территории Уссурийского городского округа на данный момент закрыты. Просьба большая к жителям самостоятельно не подходить к ним и не открывать. Специалисты водоканала и управление по делам ГОЧС мониторят поводковую обстановку ежечасно. Автоматические посты Тимирязевской метеостанции и нашего Прим-Гидромета работают в штатном режиме. Каждый час нам передают информацию о поводке и обстановке. Еще раз повторюсь, большая просьба не лезть самостоятельно, не открывать, не закрывать шиберные задвижки. Ситуация под контролем, мониторится ежечасно. Специалисты объезжают опасные районы, смотрят. Если вдруг какие-то будут изменения, будет произвено оповещение Уссурийского городского округа через средства массовой информации. И в крайних случаях, естественно, будут пущены машины со звуковыми сигналами, о чем будут предупреждать о всех опасных явлениях. Небо будет затянуто облаками большую часть этой недели. Западные атмосферные фронты вызовут небольшие дожди. Такой прогноз дают синоптики. Самым жарким окажется четверг до 28 градусов. Но утро туманно. Среда начнется с грозовых осадков, которые, однако, быстро пройдут и выглянет солнце. Аналогичная ситуация ожидается в пятницу. Затем набегут тучи. Вечером нужно готовиться к дождю. На протяжении недели атмосферное давление в норме. Ветер от легкого до умеренного. Специалисты предупреждают о сложной паводковой обстановке в крае. Особенно проблемная ситуация будет на реках бассейна Уссури. Ожидается на отдельных участках выход воды на пойму с подтоплением дорог местного значения, сельхозугодий, домов и различных построек. Есть угроза небольшим мостам и дамбам. Будьте осторожны. Каким будет новый сквер на Междуречье? Первую встречу с властями провели активисты микрорайона и народные наблюдатели. Напомним, во время недавнего проезда главы округа общественники обратились к Евгению Коржу с просьбой реанимировать зону отдыха на Кушнира, которая вот уже много лет приходит в запустение. Сцена, игровые площадки, роллер-дром, скейт-парк или фонтан. Начинку нового сквера обсуждают активисты Междуреча в администрации города. Тот случай, когда общественность объединилась для общей цели – оживить огромную территорию для отдыха на Кушнира. Допустим, 50% человек говорят, что нужна дорожка. 70% из жильцов говорят, что нам нужен скейт-парк. Третьи говорят, да, и мы уже из большинства уже будем понимать, правильно, что люди хотят. А уже какая будет спортивная площадка и так далее. Мы уже, конечно же, вот опять же, собираемся костяком и садимся и разговариваем. Сквер в периметре пяти домов по Кушнираю Ушакова сейчас выглядит запущенным. Некоторые зоны жители приводили в порядок по муниципальным программам. Но это капля в море. В море неухоженной зелени среди разбитых дорожек и старых горок. Мы друг друга все знаем. Мы знаем, мы вместе проводим досуг на наших площадках. Но те площадки уже им по 30 лет, которые железные, которые уже непригодные. Это и по технике безопасности не подходит для детей. Есть даже огороды на муниципальной земле. И еще много уголков, которые требуют объединения в один участок, чтобы браться за него с умом и тратить серьезные деньги. Для этого необходимо внести изменения в проект планировки. А значит, жителям передать в муниципалитет придомовое пространство, которое не используется. У вас есть вот пять домов. Они на данный октябрь уже должны отказаться от какой-то части территории, чтобы проектировщик ее сразу взял и начал зарисовывать, формировать новый участок. До всех донести, что вот, ребят, вот этот кусок земли мы отдаем для того, чтобы уже заходить на проект сквера. Если мы с вами совместно быстро это все сделаем, грады нам поможет все образовать, все поставить, все передать. Я не думаю, что возникнут какие-то проблемы. Первые шаги такие. Домкомам провести собрание, все рассказать, выслушать пожелания по наполнению сквера. И даже провести анкетирование. Все же домов вокруг много, и нужно закрыть потребности жителей по максимуму. Мы также подключаемся к анкете. Мы вам в помощь подключаем домком, спрашиваем, рассказываем, чтобы люди были готовы. Прямо в ближайшие дни, может быть, даже выходной день, там нам анкетирование надо делать и проводить заочно-очное голосование людей каждого. Каждого мы будем выслушивать обязательно. Если жители периметра будущего оазиса договорятся быстро и все оформят, то проектировщики градостроительства без потери времени сформируют участок. Затем управление жизнеобеспечения найдет деньги, зная потребности и площадь. А управление городскими парками примется за реализацию. Такой план, но он целиком зависит от решения самих жильцов. Ирина Мигунова, Роман Адонин, Телемикс. Постановления о выдворении 15 иностранцев вынесены в Приморском крае. Некоторых принудительно отправят на родину. А юридические лица, которые незаконно привлекали к труду нелегалов, заплатят немалые штрафы. Сотрудники МВД совместно с коллегами из Росгвардии и ФСБ проверили районы, где чаще всего встречаются мигранты. В результате 51 подозреваемый был доставлен в отделение полиции для проверки. Оказалось, 15 иностранцев находятся в стране незаконно. В отношении мужчин составлены административные протоколы. Четырех человек ожидает штраф. До исполнения наказания нарушители будут находиться в Центре временного содержания иностранных граждан. День железнодорожника отметили в Уссурийске. Поздравляли с профессиональным праздником сотрудников локомотива ремонтного завода. Лучших работников отметили грамотами. Подробности в сюжете. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Концерт в честь дня железнодорожника прошел в Доме культуры «Дружба». В зале почетные сотрудники уссурийского ЛРЗ. Вот, например, Евгений Моисеенко – слесарь по ремонту подвижного состава обособленного подразделения дизельного дивизиона. Своей профессии посвятил уже более 12 лет. Сегодня в торжественной обстановке преданного предприятию работника наградили грамотой губернатора края. Выбор трудиться на заводе был осознанным. Сюда проезжаю мимо этого большого завода. Мне было прямо интересно, как тут происходит, что тут ремонтируют. Городообразующее предприятие. Просто ради интереса. Мне интересно ремонтировать. Вот я пришел попробовать себя в этом. Хотел себя показать. Вот уже 12 лет трудимся успешно. В числе тех, кто также удостоился почетной награды и Оксана Братко. Уже 17 лет литейщик пластмасс. Комплектовочного цеха трудится на заводе. Выбор профессии был очевиден. У нее семейная династия. Мама, папа отработали на предприятии. Вот и дочь решила пойти по стопам родителей. Мы льем детали из пластмасса на тепловоды. Например, это какие детали? Ну, корпус у нас, накладка, корпус стопора, втулки всякие, электроаппаратчиком, коронка. Поздравить железнодорожников прибыли первые лица округа и края. Слова благодарности прозвучали от представителей законодательного собрания Приморья и администрации Уссурийска. Сегодня УЛРЗ является действительно гением места Уссурийской железнодорожной слободы. Это локальная идентичность, позволяющая узнавать оба заводе, об округе, не только на территории Приморского края, но и далеко за пределами Дальнего Востока и России. Искренне поздравляю вас с этим знаменательным днем и успехов и только вперед. Напомним, завод основан в 1895 году как главные ЖД-мастерские Уссурийской железной дороги. Далее был преобразован в Ворошиловский паровозо-вагоноремонтный завод. В 1957 после реконструкции перешел на ремонт магистральных паровозов. Своё нынешнее название предприятие получило 50 лет назад. Виктория Калинина, Марина, Роман Роман Адунин, Телемикс. Впереди короткий рекламный блог. Оставайтесь с нами. Далее вы увидите. Все в русскую деревню в Кондратеновке собрались любители народных песен под гармонь. И все-таки она существует. Городской парк Уссурийска стал местом настоящей женской дружбы. Юная звезда спорта Даниил Симаков, герой нашего сюжета и Кубка главы по футболу. Это вечерний выпуск программы Телемикс Новости. Идем дальше. Фестиваль «Игра и гармонь душа России» прошел в Кондратеновке. Местом притяжения любителей народной музыки стал Центр Русская Деревня. Участники собрались со всего Дальнего Востока. Наш корреспондент Евгений Михайлов побывал на празднике песен, частушек и романсов. От такой мощи и красоты исполнение душа в раз свернулась и вновь разворачивалась, чтобы уйти в пятки. Центр Русской Деревня в Кондратеновке наполнился до краев музыкой народного веселья. Здесь провели седьмой по счету фестиваль «Игра и гармонь душа России». Здравствуйте, наши любимые, дорогие, долгожданные гости! Здравствуйте, все любители, почитатели русского народного творчества, русской песни и нашей души России, нашего исконно российского инструмента гармонии! Конкурса у нас как такового нету, поэтому просто встреча друзей. Это фестиваль-концерт Дальний Реченск представляет у нас Галкин Михаил, Сибирцево уже стабильная. В общем, 12 коллективов со всего Приморского края прибыли на фестиваль. Владимир Суняйкин приехал на фестиваль ажи спорта Ванина. Звезда выступлений на Первом канале, неоднократно давал концерты в Японии. Вот и сейчас только взял в руки трехрядку, сразу видно – гармонист. Для начала, для порядка, журналистам интервью. Гармония всегда моя по жизни, всегда с собой, всегда сама. Даже таможенники на пароходе проверяли, говорят, где гармония, мы тебя не посадим без гармошки. Если честно, я просто тронут таким вниманием, такая организация. Очень здорово, красиво все сделано, душа поет России, понимаете. Я сам фанат этого дела. Я брошу все, а гармонию возьму в руки. А я гармонию свою возьму, и с ней по улице пройду. Есть одна слабость у меня, замужней бабы, бля и сия. Звучали на поляне песни, частушки и романсы. Мужской удали гармонистов была под стать душевность и красота женского пения. Выступали сольно и целыми хорами, одним из которых был ансамбль уссурийских железнодорожников «Вдохновение». Да это же наша отдушина, вы что? Это же самое то, что мы любим. Два раза в неделю мы собираемся на репетицию. По фестивалям мы и в городе, и во Владивостоке, поющий океан, афганский ветер. Мы во всех фестивалях участвуем и занимаем не последние места. У нас как бы мы лауреаты международных конкурсов. Главный приз фестиваля для гостей и участников шурпа уже вовсю кипела, готовилась. Погода также не подвела. Обещанный синоптиками дождь обошел гуляния стороной. А веселье и задор, наоборот, остались в русской деревне до конца фестиваля. Женский форум прошел в Уссурийске. Концертная программа, мастер-классы, консультации и не только все было для милых дам. Но главной темой встречи стала настоящая дружба среди прекрасной половины человечества разных возрастов. Что же это значит для жительниц нашего города, узнавала Марина Роман. Настоящий праздник развернулся в парке Дара Уссурийска. Концертная программа с любимыми песнями, но особенность творческих номеров была именно в тематике, которую посвятили дружбе прекрасного пола. Женский форум провели в нашем городе. Сегодня в Уссурийске в парке Дара проходит женский форум. И мы решили узнать, что значит самая настоящая женская дружба для наших прекрасных жительниц Уссурийска. Давно дружите? Нет. Сколько? Два месяца или когда ты пришла? Два месяца. Интересно, а где вы познакомились? На работе. При каких обстоятельствах? Новенькие пришли к нам на работу. Я уже работала до этого, она пришла. Девочки, вопрос в рамках женского форума. Что для вас значит самая настоящая женская дружба? Взаимопонимание друг к другу. Доброта и честность. Отлично. А как ты считаешь, какие вот способы есть поддержать подругу? Музыку я люблю включить. И танцевать на всю катушку? Да, и петь. Этот день празднуется во многих странах мира и легко прижился в России. Парк Дара. На женский форум пришли девочки, девушки, женщины. В общем, дружбе ведь все возрасты покорны. И для каждого этапа и периода жизни ее видение, конечно, разное. Это значит, что девушки собираются вместе, решают все. Но вместе они могут еще больше. Также сегодня на встрече у нас присутствуют самые активные женщины нашего округа, которые принимают участие в новозапустившихся уссурийских семейных играх. Галина Петровна, здравствуйте. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Очень приятно вас видеть. Спасибо большое. Мне не менее приятнее вас видеть снова. Вот расскажите, вы участвуете в какой категории в этих семейных играх? Что вам предстоит сделать и какие уж задумочки у вас есть? Я вчера зарегистрировалась на семейные игры. Буду участвовать в квиз-плизе, потому что неоднократно уже участвовали в квиз-плизе. Ну, немножко знаем интеллектуальные игры, поэтому готовимся уже, читаем сегодня историю России, Приморского края, Уссурийского городского округа. Семьи, которые у нас были, как бы-то распространенные семьи, которые имели многодетные семьи, в то время были, кто первые семьи приехали. Поэтому мы готовимся. Такой форум в Уссурийске проходит второй год. Организаторами выступили лидеры сообщества про женщин и отдел культуры администрации округа. Также праздник сопровождался различными мастер-классами, такими как бисероплетение, создание цветов из холодного фарфора, а также свечей из натуральной вощины. Марина Роман, Игорь Антонов, Телемикс. Позаниматься утренней зарядкой и потанцевать модный танец зумбу смогли уссурийцы почтенного возраста на площади Уссурийска. Тренировку с жителями провели сотрудники Центра обслуживания населения города. Встречи любителей активного отдыха проходят также по будням в городском парке. Подробности в сюжете. Жизнь требует движения, говорил древнегреческий философ Аристотель. С изречениями мыслителя полностью согласны те уссурийцы, которые пришли на площадь города, энергично размяться утренней гимнастикой и потанцевать модный танец зумбу. Сейчас, как вы знаете, активное долголетие очень набирает обороты. Мне было предложено заняться с людьми старшего поколения чем-то интересным. Я так подумала и решила, что я всегда сама мечтала танцевать. Зумбу физкультурники почтенного возраста осваивают легко и с удовольствием. Танец заряжает энергией, настроением и непреодолимой тягой к активному отдыху. Принимаю участие в зумбе уже не первый раз, уже неоднократно приходила. Немножко получается, но движение – это норма жизни, поэтому ходили, ходим и будем ходить. Очень нравится это для здоровья, а для нашего поколения это вообще очень прекрасно. Танцуют в зумбу, занимаются гимнастикой с жителями округа, сотрудники Центра обслуживания населения Уссурийска. Тренировки проходят утром по средам в городском парке и по субботам на Центральной площади. Евгений Михайлов, Роман Адонин, Телемикс. Новые звезды футбола рождаются в Уссурийске. Даниил Симаков – юный спортсмен, 16 лет, лидер дворовой команды «Киринджан Медиа», которая уже на протяжении трех лет участвует в матчах за Кубок главы города. На карьеру у парня большие планы о футболисте и о том, как проходят игры самых престижных летних городских соревнований, расскажем в нашем сюжете. Начало игры и пока мимо ворот. Начинающая звездочка футбола Даниил Симаков занимается этим видом спорта с детства. Сначала было просто увлечением для поддержания формы и для удовольствия. Но со временем переросло в мечту стать тренером. Несколько лет парень участвовал в сборах при Дальневосточной Академии физической культуры во Владивостоке, что дало, безусловно, бесценный опыт. Сейчас Даниил окончил девятый класс и планирует после одиннадцатого получать высшее образование, дабы исполнить свою мечту. Ну а сегодня его команда «Киринджан Медиа» сражается за Кубок главы округа по мини-футболу среди дворовых команд. Первый сезон выиграли, второй сезон заняли второе место. Ну вот, третий сезон, заявились по старшей группе. Чуть-чуть не повезло, за матч выход из группы проиграли. На поле «Киринджан Медиа» сошлись в поединке с также довольно опытными спортсменами из Скифа, который представляет село Воздвиженку. Победы на счету есть у обеих команд, и в этот раз борьба за мяч была нешуточной. В турнире по мини-футболу на призы главы округа Евгения Коржа участвуют 48 команд. Все играют согласно расписанию по возрастным группам. Самая многочисленная из них – это спортсмены от 16 до 40 лет. Не прошла без нарушения правил игра Скифа и «Киринджан Медиа», за что последним был присужден штрафной удар. В этом матче победу одержали воздвиженцы со счетом 2-1. Но турнир продолжается, так что свои знания и навыки в футболе еще предстоит продемонстрировать. Отметим, что команды встречаются на поле городского стадиона каждую неделю с понедельника по четверг в 19.00. Так что, если вы находитесь в раздумьях, как провести вечер, приходите поболеть за наших футболистов. Ну а пока это все новости. Еще больше информации в наших социальных сетях. А этим вечером с вами была Ирина Мигунова. Еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok